Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В сегодняшний праздник Сретения Господня, встречи Господа нашего Иисуса Христа, который был принесен Марией Девой вместе с Иосифом в Иерусалимский храм, мы вспоминаем удивительное событие, которое легло в основу сегодняшнего праздника. Еще задолго, за 300 лет до этого события, царь Египта Птоломей пожелал иметь в своей библиотеке книги священного писания представителей всех народностей, в том числе и писания иудеев, народа Израиля. И пригласив к себе большое количество переводчиков, он попросил их, чтобы те книги, которыми пользуются все народы, обращаясь к Богу, были в его библиотеке. Среди этих переводчиков был и Симеон. Когда он переводил книгу пророка Исаии в 7 главе 14 стиха, он увидел строчку «Се дева примет во чреве и родит сына». Он усомнился, как может дева родить, и решил исправить это место, взяв нож, исправить на все жена. И тогда как бы по-человечески будет все понятно, жена родит сына, и дальше по тексту можно было бы переводить. Но здесь ему как раз таки явился ангел Божий, и возвестил ему о том, что он не умрет до той поры, пока не увидит исполнено то, что написано в Священном Писании. И действительно, по древнему преданию церкви, Симеон, тот самый переводчик, не мог умереть. Он жил около трехсот лет. Умирали его близкие, родные, знакомые, братья, сестры, соседи. И вот представляете, человек, уже проживший такое количество лет, уже и не хотел оставаться среди живых. И просил Господа, ну когда же ты меня, Господи, отпустишь? И вот помня, что это событие может произойти только после того, когда он увидит исполненное в написанном Писании, он жил при храме Иерусалимском. Паломникам, посещающим этот Святой Град, показывает небольшой дом, который тогда действительно был дом очень богатым. Это каменный дом. Кстати, в этом доме сохранилась гробница старца Симеона. Он жил в Иерусалиме по дороге в Яфа. Сейчас остается его дом. И там совершаются богослужения. С паломником и нам посчастливилось быть в этом доме, где жил старец Симеон. И вот этот старец, постоянно приходя в Иерусалимский храм, он ожидал того пророческого исполнения, которое получил через откровение в Писании. И вот наступает этот день, когда Пречистая Дева Мария, после исполнения сорокового дня, когда каждый младенец мужского рода должен был принесен в храм Божий для посвящения Господу и принесения очистительной жертвы, Матерь Божья, Пресвятая Дева, не имея нужды в очищении и в очистительной жертве, потому что рождение младенца Иисуса Христа было сверхъестественным и не оскверняло человека, а наоборот осветило родившую нам Спасителя мира. Но она, дабы исполнить то, что написано в текстах Писания, принесла младенца Христа в сороковой день в Иерусалимский храм, а Иосиф принес две горлицы. И в это время старец Симеон, увидев младенца на руках Девы, берет его на руки и восклицает, «Ныне отпускаешь Ты меня, владыка, по глаголу Твоему с миром». Ныне Ты, Господи, наконец-то даешь мне возможность оставить этот бренный мир, потому что увидели глаза мои спасение Твое, которое Ты приготовил для всех людей, светло откровение язычникам и другим непросвещенным народам, и славу людей Твоих, Израиле. И вот мы с вами, понимая, что написано в Священном Писании, начинаем понимать смысл богослужения, ибо тот человек, который не читает Евангелие, Ветхий Новый Завет, он, приходя в храм, вообще ничего не понимает, что это поют, о чем это читают, о чем это проповедуют. «Ныне отпущаешь» — это откуда? Это из Евангелия, которое мы слышали с вами сегодня. Это песнопение, которое поется каждую вечернюю службу. «Ныне отпущаешь и рабат Твоего, владыка, по глаголу Твоему, с миром». И вот мы с вами, дорогие, сегодня должны, обратив внимание на этого старца Симеона, сделать для себя очень важный вывод. Вся жизнь Симеона была ожиданием встречи с Богом. И эта встреча состоялась, после которой он уходит из этого временного мира в мир вечности. И тем самым он показал, что главный смысл жизни человека заключается в встрече с Богом, после которой, если ты встретился, тебе уже не страшно умирать. Ты даже просишь быть с Богом в вечности и никогда уже с Ним не расставаться. Давайте мы из сегодняшнего праздника извлечем этот очень важный урок — встретиться с Богом. Вот тогда и для нас будет праздник встречи, это встречи с Господом в храме, потому что Симеон именно в храме дождался исполненного пророчества. Значит, мы с вами будем чаще ходить в храм, не пропускать ни одного большого праздника, ни одного воскресного богослужения. Будем встречаться в храме с Богом, потому что если человек не просто приходит, не просто молится и не просто ставит свечи, а прежде всего исповедуется и причащается тело и крови Господа нашего Иисуса Христа, то это и является самой основной встречей человека с Богом в таинстве Евхаристии. И, конечно же, стремящийся к этому таинству человек, он становится чище, он стремится исправить свою греховную жизнь. И эта встреча преображает человека. Встретившись с Богом, человек не может оставаться таким, каким он был. Он становится выше, он становится преображеннее, чище и духовно богаче. И последнее, что хотелось бы сегодня сказать в этот праздничный день всем вам, дорогие братья и сестры, это то, на что обращает внимание святитель Феофан Затворник. Он говорит, посмотри, кто окружает младенца Христа, принесенного Богородицею в Божий храм. Мы видим здесь старца Симеона, который являет образ терпения, смирения и упования на Господа в смиренном ожидании встречи. С другой стороны, мы видим пророчицу Анну, которая в постей молитве встречает младенца Христа в Иерусалимском храме. Перед младенцем Христом мы видим саму причистую Деву, образ смирения и кротости, а рядом Иосиф, который полностью положил упование свое на Господа и на причистую Деву Марию. «Окружи себя этими добродетелями», говорит святитель Феофан Затворник, «и ты встретишь Господа». Давайте мы окружим себя смирением, терпением, любовью, упованием на Господа и вот всеми теми добродетелями, которые окружали при встрече Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Тогда и мы в своем сердце непременно встретим Христа и возрадуется сердце наше и радости нашей «Никто не отнимет у нас». Аминь.